так сегодня мы с вами поговорим о том как заполняется дневник по практике вот о тонкостях всего этого нудного скажем так процесса ну во первых вам должны дать в электронном виде это дневник по практике с пустыми полями для заполнения можно от руки но вам скажут нежелательно в общем его нужно будет заполнять это ворд ворде заполняется все это дело вот там будет шапка на этом дневнике возможно какой-то логотип вашего учебного заведения будет написан дневник по там на учебно-производственной практике далее вы вписываете свою фамилию причем там в скобочках будет написано фио студента ну как всегда вот эта бюрократия вот в какой курс какая группа какая у вас специальность какое направление и так далее вам дадут там надо будет вот у нас был такой дневник что вы распечатываете лист а4 в альбомном варианте вот и вот так с двух сторон печатайте 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 а потом она все так сгибается пополам и получается такая книжечка как брошюрка вот то есть там в перемешку будет например двадцать четвертой страницы и первая да будет как обложка вот например то 2 и 23 страницы поэтому нужно будет запутаться но смотрите не запутайтесь как правило дают вот когда в электронном виде вам дают все это дело вы их просто заполнили все это дело и потом в принтер вставили лист один он его прокатал вы вставляете другой стороной он его прокатал и вот так они они уже сами там выставили все правильно вам стоит остается только загнуть все и у вас будет но не об этом так далее вот поэтому так и будем рассматривать как вот дается 124 значит первая страничка здесь его только с фамилию свою допишите группу курс какой вот и все потом заключение по итогам практики руководителя кафедры тут вы ничего не заполняете второй лист замечание руководителя практики от университета при проверке хода практики тут вы тоже ничего не заполняете возможно просто заводите все это сдаете потом на кафе когда с вместе с отчетом и видим они там сами заполняют это вас как бы не касается потом в дневнике по практике вы обязательно пишите полный адрес организации вместе с индексом учреждения где вы проходили потом кто у вас был руководитель предприятия обязательно укажите там будет указать директор например да фамилиями отчества потом заместители предприятия если есть там у него и кто был руководитель практики от предприятия кто к вами руководил то есть кто ваш наставник обязательно указывается да потом где же пишется заведующий кафедрой кто у вас очень такой высокая должность и кто был руководитель практики от вашего учебного заведения далее переходим у нас ко второму листу на втором листе путевка будет это у нас 3 страничка будет дневника вашего путевка но здесь также указывается фамилия свое имя отчество курс какое направление у вас специализация какая обязательно вы должны на зубок знать свое направление и свою специализацию потому что как оказалось было когда у нас практика была полтора или третья полгруппа вообще не знала по какому направлению не учится и какая у них специализация чем вообще направление специализации отличается так потом место практики здесь вы указываете организацию именно юридические там вместе с этим бук сош агбр ткру и бгтв вот это все потом срок практики обязательно пишите с такого-то числа месяца года по такое-то число месяц года если вы тут будет там вот дата выезда я не здесь вот если вы где-то в городе у себя заполняете то есть вообще ничего не ставил никуда не выезжал никуда ничего не это то есть не заполняется кто здесь же опять таки в путевке пишем кто руководитель практики от вашего учебного заведения вот далее идет роспись заведующие кафедры здесь ничего не делаем печать организации ничего не делаем так дата прохождения практики тут прибыл на место практики такого-то числа здесь пишем именно день когда вы приступили к именно к практике вам так вам расскажут в вашем учебном заведении что вас практика должна с такого-то по такой-то идти то здесь ничего мы не выдумываем так 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 здесь значит пишем прибыл на место практики такого-то числа назначен кем вас назначили стажер научный сотрудник кем вы там были на предприятии приступил к работе она совпадает с прибытием да когда прибыли и когда откомандирован обратно что значит откомандирован но это просто когда день когда ваша практика закончилась здесь должна быть подпись руководителя заведения и печать то есть это должно быть печатью заверена две печати должна стоять одна печать когда прибыл и когда от был страничка 22 отзыв об отчете студента тут вообще ничего не пишем ничего не пишем это все заполнит потом ваш руководитель по практике от вашего учебного заведения так 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 21 пока не знаю что 4 краткая инструкция студенту практиканту можете почитать здесь конечно здесь все написано как должно быть по закону этого конечно же не будет так далее у нас характеристика студента за время практики о это важно характеристика тут тут если не ошибаюсь тоже должна стоять печать в характеристике ну-ка 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 да 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 вот на 21 страничке должна у нас стоять в общем не знаю как у вас там по страницам будет но в конце характеристики на студента будет обязательно должна стоять круглая печать характеристику это вам никто писать не будет даже не обольщайтесь сами в интернете ищем характеристику студенту за практику в их полно вообще в интернете ищем самую подходящую что в ней обязательно должно быть что за время прохождения практики студент такой-то такой-то зарекомендовал себя с положительной стороны студент собран аккуратен дисциплинирован интересовался особенностями работы хорошо поладил сотрудниками предприятия работа с документацией индивидуальным заданием студент от пети иванова на производственной практике было и тут пишите с ваше индивидуальное задание далее с этой работой студент пети иванов справился на отлично то есть обязательно должна здесь фигурировать оценка на какой у вас оценили вот обязательно нужно здесь указать характеристики кто был вашим куратором да кто был наставником вашем отметьте вот под руководством там опытного специалиста такой-то такой-то должность до этого куратора значит студент или студентка такая-то изучала там какие-то специализированную литературу и здесь вот значит в каких-то профессиональных терминов набросаете например нормативно правовые акты какие-то структуру и штат предприятия здесь у нас идут первые переклички с нашим отчетом по практике повторюсь я в том уроке говорил что дневник напрямую вас перекликается с вашим отчетом по практике будут проверять и будут обязательно их сопоставлять если вы здесь пишите что если вы изучали там структуру и штат предприятия да если у вас есть в отчете по практике помните мы там говорили организационная структура штат предприятия должностные инструкции вот здесь все вы описываете то есть это как бы как сказать вы просто идете по содержанию изучал нормативные акты структуру штат предприятия специализацию да как документы ведутся какие экспозиции есть какие навыки там он приобретал да студент далее обязательно в характеристики должно быть указано что несмотря на такой значит короткий срок и тут обязательно будет срок там например с такого-то числа такого-то года по такое-то число такого-то года обязательно вот эти эти даты должны фигурировать в характеристике вот что значит студент показал себя в общем на отлично да помогал работникам значит в конце практики и была объявлена благодарность дачи за хорошую работу относился очень ответственность студент все поручения выполняла отлично и аккуратно и последнее должна быть оговорена оценка что практическая работа студента пети иванова заслуживает высокой оценки то есть это как бы обращение директора организации где вы проходили практику к учебному заведению к преподавателям что вот как бы вот все отлично и вот он заслуживает этой пятерки тогда в конце этой характеристики должна быть печать стоять и подпись там директора по моему часу не помню или директора или или вашего куратора вашего наставника сейчас посмотрим руководителя практики то есть куратора то есть вашего наставника директора не трогаем вот потом кстати вот эти круглые печати которые должны стоять у вас и в дневнике по практике и в этом в договоре по практике еще вам могут дать характеристику уже заполненную дойдем до нее там тоже печать вы можете не директору отдать а своему вот как раз руководителю по практике своему наставнику своему куратору сказать вот здесь мне нужны круглые печати она сама сходит вам их и поставит то есть это все делается очень аккуратненько и быстро далее табель это у нас значит страница 6 дневника табель учета практики студента но здесь все просто будет вас табличка да где вы напишите первое число там 2 3 4 5 и бру-бру-бру-бру-бру-бру все числа которые включая выходные то есть каждый день практики но если вас например с 1 февраля по например там 12 апреля например практика до февраль до апреля то у вас все эти числа должны стоять количество отработанных часов везде пишем восьмерочки 8 часов вне зависимости от того как вы там договорились не договорились может вас будут просить 4 часа всего посидеть а потом быть ты нам не нужен иди но вы вот проставляете восьмерки там где выходные просто ставите прочерки табель учета практики обязателен для заполнения вот потом табельщик подпишет вот я не помню по моему нам ничего не подписывали или подписывали не помню но там можете узнать у своих кураторов 19 страничка участие в научно-исследовательской и рационализаторской работе ничего не заполняем потому что вряд ли вы уча но если участвовали то конечно заполняем но вряд ли так следующий лист у нас лекции доклады и без и так это нас 7 7 7 табель а это дар табель продолжается на 7 на 18 страничке у нас лекции доклад и беседы прослушанный студентам во время практики тоже ничего не заполнять то что вряд ли вам кто-то на предприятии будут читать доклады и лекции вам читать хотя если да то почему бы нет заполняете так табель календарный график работы студента здесь значит вы пишете в каком отделе или цехе вы участвовали например научно-исследовательский отдел или экономический отдел но в каждом предприятии есть свои вот свои отделы именно в каком отделе вы работали потом какую работу вы делали или в какой должности там стажер стажер например там бухгалтерии или не знаю там опять-таки срок начала практики и кончания практики и кто был вашим руководителем от предприятия то есть ваш куратор ваш наставник обязательно заполнению инструктаж по охране труда тоже но по идее все этого должен заполнять как бы помогать вам заполнять и соблюдать все ваш вот как раз работодатель только взял на практику вас на практику но ему просто некогда с вами будет шоркаться и он этого конечно не сделает но всегда на всегда пишется вводный инструктаж он должен проходить вот в тот день когда вы пришли на предприятие в первый день то есть вас получается первый день прохождения вашей практики совпадает вот с датой вводного инструктажа по охране труда кто проводил вам инструктаж естественно пишем фамилию вашего наставника вашего куратора да и вы должны здесь расписаться что вот блин да прослушал не бить окна ли в пальцы в розетку не совать и повторный инструктаж тоже должен был вот как ну два от нас почему-то два требовали и я написал разницы в два дня и все это про канала на оценку 5 то есть видимо в день обращения еще на второе день а водный инструктаж и повторный инструктаж на рабочем месте вот в чем разница первом случае значит вы только зашли в фойе вам сказали здесь не бегать не плевать пальцы в розетку не пихать а на следующий день когда вас уже посадили на рабочем месте и уже конкретно по вашему рабочему месту вам обязаны провести инструктаж то есть у вас там принтер работать рядом то значит значит пальцы в принтер не пихать вот в этом плане роспись так 17 страничка производственные совещания обязательно от нас требовали вот здесь вы производственные совещания здесь вы должны показать что как вы вошли в коллектив как директор вас представила всему коллективу и в что вам дали индивидуальное задание как правило это происходит в первый день вашей практике вы так и пишите число такое-то дальше здесь вот обязательно записать дату отдел участок где проходило совещание повестка какая была краткое содержание какие вопросы обсуждались и вывод выводы предложения студентов например а такое-то число такое-то такая-то организация конференц-зал да на совещании директор предприятия такая-то или такое-то представил меня всем работникам учреждения был оговорен план прохождения моей производственной практики ну такая идеализированная конечно картинка прочтен инструктаж по технике безопасности озвучены правила по охране труда значит мин был назначен руководитель практики от предприятия это но индивидуальное задание вот таким образом пишем здесь следующая у нас страничка пятый лист у нас значит так так нет девятый лист у нас содержание индивидуальных заданий она у вас одно и поэтому здесь пишем номер вот и кратко содержание индивидуальных заданий я вот не помню мы по моему здесь вообще ничего не писали либо циферку один индивидуальное задание тоже вот как-то узнаете производственные экскурсии тоже вот это важно к заполнению вот по как бы по логике здравомыслия и порядку прежде чем вы приступили к практике на предприятии организации или вот там куратор ваш или ваш наставник ваш он должен вас просто провести по всему предприятию показать у нас вот здесь у нас экономический отдел вот здесь у нас секретарша дуся вот здесь мы чай пьем до ходим там там туалеты уборные у нас то есть должен как бы провести вас по организации показать чего к чему вот здесь вот производственных экскурсий и пишем также что пишем обязательно число которое совпадает с первым днем вашей практике что логично до вас должны привести и ознакомить потом само предприятие пишем и далее пишем ознакомление с общим внешним видом предприятия его отделами до особенностями работы там что-то не знаю все здесь от специфики вашей вашей организации так далее дневник сам дневник прохождения практики сам дневник у нас будет число то есть дата описание работ и отметка руководителя практики прежде чем сесть заполнять вот эти поля у вас перед глазами уже должно быть точное содержание вашего отчета по практике главы и подглавы это вот прямо обязательное условие повторюсь что как бы подразумевается что вы сегодня пришли сегодня первое число там 1 февраля вы пришли на практику чуть там поделали поделали заполнили описание до выполненных работ заполнили это за этот день понесли своему куратору наставнику он расписался за этот день это неудобно во первых в электронном виде нам говорили бога конечно можно от руки но лучше в электронном виде естественно у вас будут возникать ошибки вы что-то будет дополнять исправлять все это будет меняться за один и тот же день вот этот вот отчет потом опять на подпись вы лишний раз будете дергать своего наставника то поэтому видите это дневник заполняйте дома в электронном виде по дням да и уже потом останется там два-три дня до окончания практики вы пришли сдали свое индивидуальное задание либо его закончили и уже готовый заполненный дневник пусть даже на два дня вперед вы просто отдаете своему наставнику куратору он быстренько так расписался это представьте там 15 подписей ставить до оценки выставил это удобно и так в первый день обязательно вашей практике вы записываете когда описываете свое то что вы делали это знакомство с организацией сотрудниками оборудованием изучением правил охраны труда инструктаж по технике безопасности и помощь в работе сотрудникам предприятия неважно какой это вот прям у всех будет одинаково это ну они просто если вы этого не напишите вы просто подставите всю всю эту организацию им вот по закону они так должны себе вести поэтому так и пишем потом строчка вот эта помощь в работе сотрудникам музея она у вас будет повторяться в конце каждого дня вот заполняете дневник пишите помощь учет там позаполнили заполнить в конце помощь в работе сотрудников музея помощь в работе сотрудникам где помощь это будет всегда у вас фраза она будет повторяться каждый день и так во второй день вы должны написать уже опираясь на свою на свое на содержание своего отчета по практике если у вас там вы собрались описывать там шифонеры до поступления тогда вы значит пишите ознакомление с ассортиментом поступившей продукции если вы там пишите экскурсионный текст вы обязательно напишите вы просто знакомитесь с предприятием до обязательно пишем анализ основной основной деятельности предприятия да потом пишите что вы ставите какие-то цели и задачи практики постановка целей и задач практики да здесь же мы пишем составление индивидуального плана практики вот то есть как будет проходить ваша практика но и опять неизменная помощь в работе сотрудник предприятия третий день изучение цели и предмета деятельности организации и и нормативной базы то здесь вы смотрите как бы помните мы говорили что мы описывали с вами в отчете по практике мы описывали с вами чем вообще занимается предприятие это перекликается вот мы изучаем вот мы прежде чем написать этот отчет по практике мы же должны были изучить все это дело а когда мы это изучали когда проходили практику поэтому у нас это должно быть отражено в дневнике по практике так четвертый день здесь значит у нас знакомство с услугами организации и в четвертый день значит вот вы все походили посмотрели разобрались в организации в четвертый день вы уже можете получить индивидуальное задание и значит пишите в четвертый день практики знакомство с услугами вот и получение индивидуального задания и пишите как называется ваш индивидуальное задание постарайтесь его сформулировать красивенько и в конце пишем значит опять помощь в работе сотрудникам предприятия пятый день опять смотрим на наш отчет по практике на содержание нашего отчета по практике если у нас там написано административное устройство да предприятие тогда в пятый день у нас дневник мы запишем изучение административного устройства если у нас там помним в отчете по практике написано должностные инструкции тогда мы напишем что мы ознакомились с должностными инструкциями да вот и опять помощь в работе сотрудникам музея вот вы постарайтесь как то вот эти все свои взять это содержание да свои отчета по практике посмотреть как называются подглавы и вы их так равномерненько все эти подглавы разбросайте по всем дням прохождения практики сегодня вы знакомитесь там глава 1 под пункт 1.1 да там ознакомление с предприятием вот так и в дневнике в один день вы напишетесь знакомились с предприятием там глава 2.2.1 там что у вас там было услуги а вот там в третий день практики вы вот с услугами ознакомились тесная перекличка абсолютно тесная должна быть так далее потом там шестой седьмой день у вас выходные так и пишем день и и выходной выходной далее опять смотрим на свое содержание да и пишем опять ознакомление с должностными инструкции например ну каких-то сотрудников часть мы например вчера исследовали та часть должностных инструкций там двух сотрудников на следующий сегодня мы других сотрудников да потом мы уже начинаем писать о том что мы приступили как бы к работе над индивидуальным заданием то есть мы пишем например если у нас например написание текста экскурсии да то мы пишем например анализ экспозиции музейной там да нумизматика ибанистика или ознакомление там с поступлением шифонеров да или ознакомление с классом пети в котором учится петь иванов чтобы составить на него психологический портрет и так далее вот ну и опять неизменная помощь в работе сотрудникам девятый день уже пишем конкретно работа над индивидуальным заданием и тут уже конечно все зависит от от вашего задания вы пишите например подбор и подготовка материалов для проведения исследований изучение какой-то литературы пособий и опять помощь в работе сотрудник далее опять например продолжаем ознакомление с должностными инструкциями там других рассматриваем да разбрасываем в общем я не буду далее зачитывать по отчету по практике вы просто уже как говорил угла вы перетаскиваете что вы с ними знакомились находя находясь на практике вот вы с ними знакомились и вот это отражено в вашем дневнике а потом вы написали об этом отчет далее опять здесь же пишите что вы продолжаете работа над индивидуальным заданием например сбор информации по картотеке или сбор информации по стилям искусства чтобы определить что этот у нас шифонер в стиле ампир сделан и тому подобное далее следующий день опять часть мы пишем чтоб перекликалась у нас с нашим отчетом по практике далее работа над индивидуальным заданием работа с полученными данными их систематизация помощь в работе сотрудникам и потом значит можем просто там три четыре пять дней если у вас не хватает материала вроде бы как мы уже закончили описывать наш отчет по практике да опираться на наш отчет по практике то так просто и пишем работа над индивидуальным заданием помощь в работе сотрудникам следующий день работа над индивидуальным заданием помощь в работе сотрудникам работа над индивидуальным заданием можно расписывать чего это вы там делали над этими два индивидуальным заданием а можно вообще не расписывать просто потом выходные выходные, там по дням уже смотрите, и заканчивается у вас ваш дневник по производственной практике должен какое-то число, да, сдача готового индивидуального задания руководителю практики от предприятия, то есть как бы вашему наставнику, и помощь в работе сотрудникам. Последние три дня в вашем дневнике по практике должны быть написаны следующим образом, работа над отчетом по практике и помощь в работе сотрудников музея. Работа в следующий день опять над отчетом, вы же работали над отчетом по практике, да, вот здесь также вы указываете. Ну и последний там или предпоследний день в вашей практике должен быть подготовка и оформление дневника по производственной практике, помощь в работе сотрудникам. Вот такие пироги, то есть дней там, не знаю, ну, одна треть, даже больше, по-моему, даже две трети где-то в вашем дневнике должна быть написана работа над индивидуальным заданием. Сюда же можно еще написать, что вы получили, как в каких-то из дней, что вы консультировались, например, с специалистом, там, с бухгалтером, ну, кто ваш наставник, по поводу своей работы, да, получили от него какие-то советы, обсуждали с ним там что-то, вопросы вот эти вот, какую-то литературу он дал вам, все это здесь отражается. Таким образом у нас заполняется дневник прохождения практики. Как мы видим, ничего абсолютно сложного нет. Если вы действительно пошли, если вы действительно договорились на предприятие, если вы вас взяли, если вы сделаете все то, как я вам говорил, если вы получили это индивидуальное задание, вот, если вы не сидите дома на заднице, да, не роетесь в интернете в поисках готового дневника по практике, если вы чего-то помогаете этому предприятию, то вот весь этот вот дневник, он заполняется абсолютно легко, почти правой пяткой, да. Если вы получили индивидуальное задание, то вы абсолютно без труда напишите этот отчет сам по практике, там 22 странички. Еще вот говорил или не говорил, не помню, и будут прогонять через антиплагиат ваш отчет по практике. Поэтому первая глава, да, где у вас там будут формулировки, что такое, например, музей, или что такое бухгалтерская работа, или что такое там, например, работа, не знаю, декоратора, где... Это, конечно, вы будете брать определение, которое вы в интернете нароете, поэтому первая глава у вас покажет, ну, небольшую, небольшой процент уникальности, это вас не должно пугать абсолютно. Конечно, старайтесь где-то чего-то видоизменить, там какой-то адрес же вы допишите организации, это уже будет вам на индивидуальность работать и так далее. 1-2, должностные инструкции, вы тоже их нахватаете в интернете, эти должностные инструкции, но они написаны таким образом, что вы можете своими словами все это пересказать. И вот 1-1, это сухое будет, прям вот, ну, сухое копирование с интернета, ноль уникальности. 1-2, вы уже можете там переделать, у вас там уже будет высший процент индивидуальности, там можно и до 100% дойти. Глава 2, когда вы начнете чертить схемы устройства, да, административного управления предприятия, у вас там вы уже выйдете на уникальности. Во второй главе, когда вы об услугах начнете рассказывать, вот здесь у вас, вот тут старайтесь прям, чтобы свой текст был, свои слова, не бойтесь их. Пишите, пишите, вот вы одну страницу коряво напишите, вторую, третью, на пятую, у вас уже текст пойдет хорошо. И там вот вы уникальность своей работы поднимете как раз за счет второй главы. Поэтому здесь не стоит бояться. А еще здесь характеристика. Вам дадут такую характеристику напечатанную, готовую в электронном виде. Вот есть характеристика, которую вы сами найдете, поставите себе в дневник по практике. А отдельным листом вам дадут характеристику. Она будет уже готова, вам там буквально нужно будет дописать 3-4 строчки самостоятельно. То есть вы впишите свою фамилию, вот, впишите организацию, где вы проходили практику. И за время прохождения практики изучил двоеточие. Здесь вы дописываете, что вы изучили основные законодательные нормативные правовые акты, структуру и штат предприятия, его профиль и специализацию. Также вы здесь допишите порядок оформления, введения и хранения документации, специфику, деятельность того отдела, в котором вы работали, предприятие. Ну и основу, вот здесь вам нужно главное указать, что вы получили навыки вот какого-то со стажера, да, и вы получили какие-то навыки на предприятии. Здесь также вы указываете в должности, кого вы прошли практику, стажер, научный сотрудник, бла-бла-бла. И за время прохождения студент активно участвовал в работе такого-то отдела, а именно что он делал. Здесь вы просто пишете свое индивидуальное задание. Разработал и написал, там, да, произвел расчет и так далее. Ну и в целом, значит, оценка там дописывается, отлично, неотлично. Вы, здесь также должна быть подпись директора и печать круглая. На этом с практикой мы закончили. Постарайтесь оставить после себя приятное впечатление на организации, в организации, потому что, если вы плохо себя зарекомендуете, то у вас же не одна практика, у вас будет и вторая практика, и третья, и четвертая, и пятая. Первый раз плохо себя покажете, на вторую практику вас уже не возьмут. Замечательно покажете, вас будут только ждать на этом предприятии, и вы, учась все годы университета, вы можете проходить практику в одном и том же месте, да, а это ни год, ни два, ни три. Поблагодарить автора, то есть меня, вы можете, подписавшись на мой канал на ютубе, или ставьте лайк этому видео. А еще поделитесь этим видео со своими одногруппниками, можно в социальных сетях.